В Артемовском городском округе прошло необычное первенство, в котором соревновались воспитанницы трех детских садов 10, 21 и 134. Девочки соревновались в умении играть в шахматы. Да-да, именно шахматы и именно дошколята. Силами шахматного клуба «Ладья» и специалистами комитета по физической культуре и спорту администрации города был подготовлен и проведен шахматный турнир для самых маленьких гаража. Очень приятно посмотреть, что с таких лет девчоночки, а через неделю и ребята, начинают заниматься шахматами. Конечно, во многом благодаря Василию Сергеевичу Прокопьеву. Желаю вам в дальнейшем самых хороших результатов, самого, всего лучшего в жизни. Слушайтесь мам-пап, играйте в шахматы, систематически тренируйтесь, выступайте на соревнованиях и все у вас будет хорошо. И действительно, редкий случай, чтобы в настолько сложном виде спорта соревновались малыши, да еще и девочки. Тренер шахматного клуба «Ладья» Василий Прокопьев, главный наставник маленьких спортсменок, считает, что уникальность ситуации в том, что подобная инициатива реализована в небольшом муниципалитете. Для меня и для всех родителей просто, ну, говорится, праздник был. Дети, некоторые очень хорошо играют уже, даже пришлось, суде не мешало, они полностью выкладывались. Ну, это мероприятие, говорится, ну, за рамки, думаю, Артемовского района даже выйдет. Оно, вот я не слышал, чтобы где-то проводили такие мероприятия. Тренера, правда, работают в этих детских садах, но чтобы турниры среди детских садиков, такого я не слышал. Поражает азарт, с которым дошколята играют в игру мудрецов. Даже любитель-шахматист не всегда в состоянии столь быстро реагировать на ходы соперника, практически мгновенно оценивая ситуацию и принимая единственно верное решение. Ух, молодец, у меня. А я прям слабого-то сделала. Крылева, крылева. Спасибо. Василий Прокопьев высоко оценивает уровень своих подопечных, ведь в таком юном возрасте постичь суть одной из самых сложных логических и интеллектуальных игр дорогого стоит. Обучение требует не только врожденного таланта, но и усидчивости, которая дошколятам дается очень непросто. Они начали буквально все с нуля. Я начал в сентябре заниматься с ними, с сентября месяц, ну как учебный год у нас проходит, с сентября месяц. Вот за это время, буквально за несколько месяцев, они уже превратились в довольно серьезных шахматисток. Очень приятно даже с ними было. Мне даже душа радуется, как они здорово играют, можно сказать, девчонки. Важно понимать, что шахматы – это не просто серьезное хобби. Игра развивает ребенка. И то, что в Артемовском городском округе есть инициатива обучать шахматам еще с детского сада, позволяет говорить об инновациях в самой сфере дошкольного образования. Не нужно забывать, что в российских лицеях пушкинских времен шахматы были обязательной дисциплиной. Во-первых, ребенок получает, развивается мышление, ведь шахматы – это что у нас? Это и математика, надо и варианты считать, надо и логика, кого ставить, план выбрать надо. Ребенок здесь один на один. Ну, соперники, а, допустим, ребенок – девочка с девочкой, тут надо планы противника предугадать, свои планы предугадать. То есть это очень такая игра, которая признана всем миром, очень культурная игра. Дети, которые у меня обычно занимаются, математика, в школу поступают уже, когда проблемы с математикой обычно не бывают. Они четверки, пятерки – это как закон уже. Вполне возможно, что Аня Миронова, победительница турнира, в будущем прославит наш муниципалитет на всероссийских и международных соревнованиях. А спорткомитеты и широкая общественность не дадут угаснуть столь важной и ценной инициативе Василия Прокопьева.